Всем привет, с вами ваш переводчик Асылхан, и сегодня у нас долгожданная реакция Дженнифер Алмейда, это кубинская певица, которая живет в Испании. Давайте подпишемся на нее. Всем приятного просмотра. Привет, котятки. Сегодня у нас будет анализ и реакция на песню, которая была спроектирована для инопланетян, но была спета человеческим созданием. Наверняка вы все помните этот фильм 97-го года. Пятый элемент. Певец Димаш включил эту песню в свой репертуар, тем самым бросив вызов пределам человеческих возможностей. В ютубе есть два видео этого выступления. Я выбрала то, где лучше качество аудио. Они сделали ее более рокерскую. В оригинале она больше такая электронная. Вот как мне дальше после такого жить? Вот скажи мне, как? Здрасте. И вы тут? Не успел он начать это петь, а у всех уже рты нараспашку, потому что это был огромный прыжок. Здесь использовано три октавы. Центральная ре, высокая до диез и сверхвысокая до диез. Это предельные ноты лирического сопрано. Вот черт его знает, он человек или инопланетянин. О нет, только не Магриппа. Опять это Магриппа Гриппулаевна. Это же был тромбон. Басовый регистр. Я хочу отметить однородность его регистров. Одно дело иметь очень широкий диапазон. И совсем другое звучать с одинаковой окраской на средних частотах, на высоких частотах и на сверхвысоких. Это прям очень впечатляюще. А вот эта часть, она ж до того невозможная. Она напоминает звучание флейты. Это ж флейта. Очень хорошо поставленная артикуляция. В музыке артикуляция это когда ты поешь и как бы разделяешь звучание. И эти разделенные кусочки и есть стаката. В отличие от Легата, где все звуки плотно соединены. Здесь он спел по-своему. Он не исполнил это немыслимое арпеджио. Мы можем посмотреть, как это было в оригинале. Здесь он сделал ставку на ноту до диез. Опять же все на пределе регистра. И он делает это сверх точно. Невероятное звукоизвлечение. Дайте-ка я гляну на другое видео. Хочу увидеть все его вариации. Что-то между мелизмами и глиссанда. Просто нереально такое исполнить. Это очень тяжело. В оригинале у нас выборка. То есть, каждая нота была записана отдельно. А потом они положили весь этот фарш на пианино и сыграли. Знаете, я думаю, он смог бы это сделать. Смог бы. Я бы с радостью это послушала. Просто измени немного мелодию. А может, это его творческий выбор. Бибрато. Как он залетел с этим глиссандра. Это когда ты берешь ноту и тянешь ее. И это может быть снизу вверх или сверху вниз. Здесь он начал с нижнего регистра. И потому как менялся его голос с самого низа до самого верха. Это я про то, что говорила вам до этого. Очень тяжело сохранить свое звучание в одной окраске, превозмогая расстояние всего своего диапазона. Как можно быть настолько безупречно технически натренированным? Все. Ушел, Аманжоу. Вы, наверное, там тоже все попадали. Ну, хотя бы со своих стульев. Этот человек доказывает, что нет ничего невозможного. Этот парень доказывает, что человек может быть совершенен. Потому что мы можем добиться всего, о чем мы думаем. И если мы хотим быть совершенными, мы можем этого добиться. Он же сделал это. Я еще раз взгляну на другое видео. В этом видео не самый лучший звук. Но здесь он поет на полтона выше. И это всего лишь на полтона ниже, чем оригинал. Ну что за человек. Куда уже лучше. Там еще было столько дыхания. В этом видео плохой звук, но улучшенная версия этой песни. Его точность. И извлечение. Магриппа Хрипулаевна. Ох уж и икота же сейчас у Магриппы. Посмотрите на амплитуду ротовой области. Как вы видите, там очень много пространства. Ведь голос сам по себе, это и есть инструмент. Идея этой песни была в том, что ее споет только инопланетянин. Потому что туда понапихали этот славный замес. Из классической музыки, которая претерпела все эти изменения. Сквозь технологии будущих миров и так далее. И мне очень нравится эта идея. Я люблю Арии. С такими оперными партиями. Где есть повторяющиеся моменты. Где половину говорят, половину поют. И еще больше я люблю, что Димаш тащит всю эту классику моей юности в этот современный мир. И делает это так мастерски, что напрочь сносит мою кубинскую кукуху. Всем спасибо за внимание. Подписываемся на наш телеграм. Там я объясню, почему я использую в переводе Магриппу Хрипулаевну. Всех люблю. Всех обнял. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok